Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Рад вас приветствовать на 15-й лекции курса «Господь просвещение мое», который проходит в рамках образовательных проектов Просветительского центра Сретенского монастыря. Наша сегодняшняя тема – Пасха Господня. Но начнем мы говорить о Пасхе с темы Креста. Мы поговорим о Кресте, потом о схождении Христа в Аад, а потом уже о воскресении Христовом. Кто-то может спросить, почему так, ведь мы о Кресте говорили в прошлый раз. Дело в том, что эти три события – Крест Христов, схождение в Аад и воскресение Христова – это настолько связанные между собой события, что говорить об одном – значит говорить о части и о других тоже. Если мы почитаем святых отцов, мы увидим, что у них это цепочки одной и той же цепи. И если мы и говорим иногда отдельно о том или ином событии в его искупительном значении, мы это делаем более-менее искусственно, потому что искупительное значение любого из событий жизни Господа Иисуса Христа имеет важность и действие только в связи с остальными событиями жизни Господа Иисуса Христа. Это все один большой процесс домостроительства нашего спасения. Поэтому несколько слов еще о Кресте, потом схождение в Аад и потом воскресение Христова. Я бы хотел задать вопрос, который часто возникает у людей, интересующихся христианством, читающих Священное Писание. А для чего был нужен Крест? Почему Бог не мог спасти людей без этого ужасного голговского события? Вот об этом нужно несколько слов сказать. Крест явился логическим следствием того глубочайшего повреждения, которое получила человеческая природа в грехопадении. Почему? Попытаюсь прокомментировать. Дело в том, что мы живем в мире, в котором действуют законы Божьи, как духовные, так и физические. Например, если мы нарушим какой-то физический закон, то нас ждет страдание. Если, скажем, мы, не обращая внимания на всемирный закон тяготения, попытаемся прогуляться с пятого этажа по воздуху, то мы пострадаем. То есть нарушение законов физических несет страдание. Каждое действие против этого закона несет страдание. И что важно, исцеление от этого страдания, исправление повреждения тоже неминуемо связано со страданиями. Вот, например, если мы приходим в больницу с какой-то болезнью, нас лечат, как правило, неприятным способом. Или колют уколы какие-то болючие, или дают горькие порошки, неприятные таблетки, а иногда и режут, совершают хирургическую операцию ради исцеления организма. То есть вот есть такой закон. Для повреждения, для восстановления повреждения необходимо страдание. Любое повреждение, любое искажение для восстановления в целостности требует страданий. Так говорит физический закон жизни нашего мира, но в духовном мире то же самое. То есть есть и духовный закон. Любое повреждение исправляется, исцеляется не без усилий, не без страданий. И мера страдания и усилия соответствуют мере повреждения. Вот физические законы – это отражение духовных законов. И мы сейчас с вами говорим о принципе, который действует и в мире законов физических, и в мире законов духовных. Как мы знаем, с вами природа человеческая в грехопадении получила очень серьезные повреждения. Это тленность, это смертность, это разобщение внутреннее, разобщение частей, сил человека. И вот опять же вот этот закон – повреждение требует жертв. Каких? Пропорциональных. Не зря мы говорим о Христе, что он смертью смерть попрал. То есть для исцеления тотального повреждения человеческой природы необходимо было максимальное страдание, которое уходит в опыт смерти. Именно через страдания до смерти человеческая природа могла исцелиться и обновиться, обнулиться, воскреснуть, как бы быть рожденной заново. И вот это величайшее неспровержение человеческой природы, величайшее ее повреждение врачует Христос в своих страданиях за нас и в своей смерти и воскресении. Интересно, что для того, чтобы совершить такое искупление человеческого рода и исцеление поврежденной человеческой природы, необходим был человек невиновный, потому что он страдал бы за свои грехи, а не за грехи других людей. То есть, допустим, наша с вами смерть никого не спасет. Это наша смерть за наши грехи. И этот человек должен был согласиться на это сам. То есть должно было быть стопроцентное изволение человека как такового. Если кого-то насильно заставлять страдать за что-то, то это имеет совсем другой смысл. То есть два вот таких важных аспекта – добровольное страдание и невинное страдание. Жертва должна была быть чистой и невинной. Как помните, эти агнцы пасхальные в Ветхом Завете, они были невинные в известном смысле и без какой-то физической, без кого-то физического недуга. Агнец пасхальный не должен быть хромым или каким-то больным, пляшивым и так далее, и так далее. Это все прообразы Господа Иисуса Христа, который явился жертвой чистой, жертвой невинной за грехи наши. Апостол Павел в послании к евреям очень интересно пишет во второй главе. Он, говоря о Господе Иисусе Христе, пишет, «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Такой интересный стих. Кто такой вождь спасения? В данном контексте это Иисус Христос, а Тот, для Которого все и от Которого все – это Бог Отец. Получается, что Бог Отец совершил, а в правильном переводе «усовершил» вождя спасения, то есть Христа, через страдания. Возникает вопрос, а как Христос мог в чем-то усовершиться, если Он совершенен, если Он Бога-человек. Слово «совершить» – телеосы по-гречески, может иметь значение привести к своей цели, осуществить сообразно намеренью. Так вот, Христос усовершается не в духовно-нравственном смысле, а как искупитель человеческого рода, то есть Он доводит до конца то, что промыслил сделать в отношении нашего спасения. «Усовершается» как искупитель, доводит до конца подвиг искупления человеческого рода. Этот же смысл апостол Павел нам показывает в другом месте, это Евреям 5,8. «Хотя Он и Сын, говорит апостол Павелу о Христе, однако страданиями навык послушанию и совершившись, опять же, телеосы, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Опять же, тот же смысл. «Главный виновник человеческого спасения, то есть Христос, достигает цели своего служения, усовершенствуется роду человеческому через страдания». Вот для чего нужны были страдания. Вот, как говорят у нас, клин клином вышибают. Тотальное повреждение человеческой природы врачуется кульминационными страданиями этой же природы уже в личности Господа Иисуса Христа. Смерть за смерть, страдания за страдания. Вот как пишет Златоуст по поводу вот этого места, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Златоуст комментирует. «Христос был прославлен тогда, когда пострадал. Впрочем, когда я говорю, что он прославлен, то не подумай, будто он получил приращение славы. Ту славу, которая свойственна ему по существу, он всегда имел, нисколько ее не прибавляя». То есть, опять же, Христос прославился, усовершился в отношении спасения людей, как спаситель и искупитель. Так что совершил через страдания, сделал совершенным как искупителя через страдания и крест. Кстати, мы отсюда видим и некоторую парадигму жизни христиан в мире. Путь к спасению невозможен без страданий. Что же такое это усовершенствование, о котором мы говорим? Конкретно, что это такое? Что Христос приобрел после опыта воскресения, чего у него не было до воскресения. Есть ли такие вещи? Есть. Это две вещи, о которых пишут святые отцы. Первое – это бессмертие. Христос, воскреснув, уже не может умирать. Смерть не имеет над ним власти, говорит апостол Павел. Вот блаженный Феофилак Болгарский приводит мнение святителя Кирилла Александрийского в своем толковании на Четвероевангелие. Он пишет. Святой Кирилл совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним, и всю природу он удостоил этого совершенства. Итак, блаженный Феофилак, пользуясь мыслью святителя Кирилла, прямо пишет, что совершенством святой Кирилл называют бессмертие. Это то, чего Христос не имел до своей смерти. А после своей смерти и воскресения он стал бессмертным. Он уже не может умереть. Более того, Феофилак говорит, что всю природу человеческую Христос удостоил этого совершенства. То есть потенциально наша природа бессмертна. Она будет обожена и включена в жизнь Царства Небесного. Итак, первый враг, побежденный, смерть. Дальше второе, что Христос приобрел, чего у него не было раньше, до воскресения. Это победа над тленностью. Тленность в понимании наших святых отцов – это очень широкий термин. Под тленностью понимают иногда способность к смерти. Под тленностью иногда понимают распадение тела на стихии. А также страстность человека. Страстность – это очень большое понятие. Мы рассуждаем о страстности как о подверженности страданиям. И мы рассуждаем о страстности как о подверженности неукоризненным страстям и укоризненным страстям мы уже это с вами проходили напомню что укоризненные страсти это извращение способностей и сил человеческой души либо это слово понимается как рабство какому-то пороку они укоризненные страсти это подверженность человека утомляемости голоду жажде это те последствия грехопадения которые сами по себе грехом не являются но происходят от греха то есть от греха падения именно после греха падения вошли в рот человеческий страх смерти скорби слезы голод раньше этого не было вот как пишет преподобный иван дамаскин исповедуем что христос воспринял все естественные и беспорочные страсти человека естественные беспорочные страсти вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения происшедшего из-за преступления как например голод жажда утомление труд слеза тление уклонение от смерти боязнь предсмертная мука вот всего этого адам не знал но узнал после грехопадения и все эти последствия грехопадения адама христос берет на себя хотя сам он без греха тут такой удивительный момент который мы до конца не сможем понять христос не имел греха но носил на себе последствия греха как пишет григорий низкий что была некая чуждая примесь все-таки да вот в природе господа иисуса христа в человеческой природе и лишь по очищении естества в смерти и воскресенье она исчезает из человеческого естества воспринятого христом процитирую вам преподобного максима исповедника из вопроса ответов к фаласию во христе склонность его личного произволения к благу лишила все естество человеческое общего позора тления когда во время воскресения естество преобразилась через непреложность произволения вне тления слово нетление можно понимать как угодно но все эти смыслы которые мы перечислили подходят то есть тленность как способность к смерти до христос уже не способен к смерти он не тленин тленность как распадение тела на стихии человеческая природа христа уже не может распадаться на стихе она не тленно тленность как подверженность страданием христос уже не может страдать тленность как неукоризненные страсти христос их уже не имеет и человеческая природа в нем уже не имеет этого еще несколько цитат преподобный максим исповедник непреложность произволения во христе вновь вернула этому естеству то есть человеческой природе через воскресенье бесстрастность нетленность и бессмертие вот как видите преподобный максим все-таки делит как бы на 3 до бессмертия нетленность и отдельно у него бесстрастность можно рассуждать и так или вот никодим святогорец пишет он сам то есть христос после воскресения облегся благолепием и нетлением как человек как мы видим все-таки было то чего христос не имел до воскресения но приобрел после воскресения это не тление и бессмертие и можем еще отдельно сказать неподверженность неукоризненным страстям хотя это можно включить условно в понятие тленности поэтому вот можно говорить что господь спас нас как пишет святитель филарет московский в себе самом победив грех но мы не имеем ввиду грех как на вольное стремление козлу как плотскую нечистоту нет грех как немощь порожденную первым грехом вот эти последствия грехопадения обратите внимание на фразу которая присутствует в нескольких цитатах которые мы с вами приводили исцеление произволения вот как пишет максим исповедник непреложность произволения во христе вернула естеству бесстрастность нетленность бессмертия до или в другом месте во христе склонность его личного произволения к благу лишила все естество человеческого позора тления и так далее вот это исцеление произволения это очень важная вещь во христе произошло общее исцеление произволение человеческого вот помним да что адам ведь согрешил произволением что такое грех это неправильное направление воли человека и вот причем произволение перед лицом искушения что важно и вот христос в условиях этого грешного мира тоже смотря глаза в глаза в искушение и очень сильное искушение до находясь перед лицом искушение все-таки не теряет верности богу и исцеляет общее произволение человеческое частное произволение за нами то есть богу христос исцеляет в себе общее произволение человеческой природы а мы для своего спасения должны приложить к этому объективному свое частное произволение то есть мы должны ну вытягивать свою волю к богу как один афонский старец сказал о молитве что молиться значит вытягивать ум к богу мы должны свое произволение постоянно к богу направлять чтобы приобщиться к новой природе бога человека вот как например разбойник на кресте он же первый показал этот опыт он спасся смирением это и есть исцеленное произволение то есть это и есть поворот человека к богу покаяние как некое действие до исцеление произволения он понял кто он есть без бога если в общем так говорить так что божество христа сообщила его жертве абсолютность универсальность всеобщность но чтобы приобщиться к плодам этой жертвы мы должны показать и свое исцеленное произволение направленное к богу вот братья и сестры то что хотел сказать насчет искупительного значения креста господа иисуса христа и мы идем с вами дальше говорим о сошествии христа в ад в тропаре великой субботы мы поем во гробе плотске в аде же с душею яко бог в раи же с разбойником да вот отмечается что душой своей человеческой христос был в аде но душа его не было без божества христа до вот это очень интересный момент откуда мы знаем что христос ходил в ад об этом говорится в нескольких местах священного писания прямо и в некоторых местах прикровенно вот например прямо об этом пишет апостол петр в первом послании в третьей главе и в четвертой главе по мысли апостола петра христос в аду проповедовал нераскаянным грешникам тем которые жили еще во времена потопа вот как пишет апостол павел он и находящимся в темнице духом сошел проповедал некогда непокорным ожидавшему их божию долготерпению во дни ноя то есть по мысли апостола петра получается что христос проповедовал людям жившим до потопа грешникам что означает проповедовал вот вопрос да это просто констатация факта что вы погибли или это дарование какого-то шанса на спасение несомненно дарование какого-то шанса потому что эту мысль уточняет апостол петр дальше в четвертой главе он пишет ибо для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подвергшись суду по человеку плотью жили по богу духом получается интересная вещь значит для этих людей живших до потопа был предоставлен какой-то шанс все-таки уверовать во христа и пойти за ним может быть там были люди в которых была какая-то искра веры в бога какая-то искра любви к добру истине мы знаем что в нашей жизни все сложно бывает так что возможно там эти люди были однако вот на наши святые отцы рассуждая об этом распространяют действия христовой проповеди в аду на всех ветхозаветных людей и говорят что христос вывел из ада своей проповедью всех ветхозаветных праведников то есть всех тех кто веровал в него именно для этого и звучало проповедь если мы посмотрим богослужебные тексты мы увидим даже что там написано что христос вывел из ада всех из ада вся свобожша допустим да но мы понимаем что это гимнография тут может быть такое благочестивое преувеличение то есть не некоторый гиперболизм да поэтому все-таки надо помнить что богослужебные тексты это богословие соединенное с поэтикой и здесь не все можно понимать буквально потому что ну как вывел из ада всех там ведь остались даже в таком случае те кто не хотел из ада уходить да потому что всегда есть люди которые бога не любят и даже если представить всего так по-человечески что христос появился в аду и сказал вот я есть кто верует в меня идите то можно думать не все бы за ним пошли но опять же это некоторая тайна для нас современные библеисты предполагают даже что проповедь христа в аду может быть распространяема ее действие может быть распространяема на всех людей которые умирают даже и после смерти воскресения христа по объективным причинам не в знавших бога не слышавших проповеди о христе ну конечно уже такой точки зрения мы у святых отцов не найдем это такое просто предположение безусловно в аду остались те которые по своей воле захотели там остаться в общем мы с вами до конца конечно же не сможем понять вот что там в аду произошло каково действие было этой проповеди как совместить то что апостол петр говорит что проповедь христа была адресована грешником нераскаянным на потопным людям а святые отцы пишут что христос вывел из ада праведников да как это совместить так все таки кому это было проповедь обращена однако братья сестры важно не это в теме схождения христа в ад важно то что христос победил дьявола это самое важное христос как некий божественный хитрец об этом пишет например святитель григорий низкий григорий палама сошел в ад обманув дьявола вот как помните у оригена и также у григория низкого была такая мысль что христос заплатил выкуп дьяволу в каком смысле в том смысле что выкупом явилась тело человеческое господа иисуса христа как некоторая приманка для дьявола который хотел убить христа как обычного пусть и праведного человека и вот христос отдает эту приманку некий некоторый такой выкуп дьяволу и своей божественной душой сходит в ад и там оказывается что дьявол затащил от невинную душу бога человека и христос об этом интересно пишет григорий палама отплатил несправедливостью на несправедливость но условно говоря поскольку дьявол поступил несправедливо он убил невинного хрик уху во христе не было греха и он не был достоин смерти он не должен был умирать но дьявол убивает его поступая несправедливо потому что христос но дьявол не имел над христом власти и дьявол в нем не имел ничего как христос говорит князь мира сего который во мне не имеет ничего и тем не менее он убивает христа и христос за эту вопиющую несправедливость совершает свое действие он входит в ад своей душой и там разрушает вере адовы и связывает пленяет дьявола вот как бы такое несправедливость за несправедливость но условно говоря несправедливость по отношению к дьяволу часто спрашивают что значит христос связал дьявола ограничил его действия вот например блаженный диадох в добротолюбии пишет что до крещения дьявол живет в человеке внутри а благодать божия действует извне а после крещения дьявол выгоняется из человека а благодать божия действует изнутри а дьявол может только внешне искушать пугать соблазнять в общем как-то внешне вредить человеку но не изнутри то есть вот именно смерть христова сделала возможным смерти воскресения христовы сделали возможным таинство крещения в котором дьявол изгоняется из человека и вообще христос ограничил действие дьявола в мире связал его на время за три с половиной года до конца мира дьяволу будет возвращена его сила как говорится в апокалипсисе что будет открыт колодец бездны до дьявол получит какую-то особую силу в эти последние три года промыслительно но опять же у него ничего не получится христос убьет дьявола духом уст своих важно что христос в поисках адама был даже в аду это очень трогательно даже по-человечески христос как об этом пишется в песнопении сейчас он прочитаю великой субботы на землю сшел еси да спасеши адама и на земли не обрет сего владыку даже до ада снисшел еси ищай да то есть вот христос пришел искать адама на землю не нашел его и сошел даже во ад чтобы вывести адама и еву и верующих него людей оттуда христос проходит весь кошмар человеческой жизни вплоть до самых крайних страданий и до смерти и ада мы не можем сказать что христос не был где-то где были мы понимаете христос не имеет греха но он узнал весь ужас который порожден грехом все эти последствия греха которые мы несем и который христос взял на себя и исцелил человеческую природу сам в себе мы говорим о том что христос разрушил от но позвольте разве от не существует он существует но его врата мы образно говорим не могут задержать никакую душу верующую во христа как говорит льюис двери ада заперты изнутри то есть отныне в разрушенном аде может остаться только тот кто при жизни возлюбил от а что такое от это грех грех это от от не там не там или здесь от здесь внутри нас рай может быть здесь может быть от и вот что человек построил за время своей земной жизни в своем сердце от ир или рай туда собственно говоря он и отправляется поэтому от разорен опустошен но он не исчез он существует потому что существует те которые достойны ада в в одном диалоге мне помнится в одной книге точно не помню что за книга помню этот прекрасный диалог беседуют два оппонента один верующий другой неверующий верующий говорит неверующему о боге раи евангелие о христе о дьяволе и аде и собеседник ему говорит я не верю ни во что не да ни во что из того что ты мне сказал кроме одного кроме ада во все не верю а ват верю а верующие удивляется а почему так почему ты не веришь во все остальное веришь ватт он говорит я в жизни видел столько злых людей что несомненно для них должно быть какое-то место предусмотрено где они все будут собраны конечно эту аргументацию можно оспорить но судьи здесь очень правильная пока существуют люди которые не любят добра истины которые чуждаются бога не любят бога не стремятся к нему для них должно быть некоторое место где бог ограничивает свое присутствие что такое от это место ну это больше состояние чем место но и место тоже где бог добровольно ограничивать свое присутствие чтобы люди не любящие бога меньше мучились по определению исаака сирина огонь адских мучений это огонь божественной любви который ласкает праведника дарует ему наслаждение и который мучает грешника опять же не потому что бог мучает человека а потому что любовь божия вызывает в человеке мучения если человек бога ненавидит поэтому от это место тотальной депрессии если бы из ада всех людей забрать и перенести в рай в божественное присутствие им там было бы гораздо хуже потому что они не научились любить бога при жизни и изменить там это уже невозможно это не осуждение это не вынесение приговора эта констатация факта есть люди которые больше возлюбили тьму нежели свет вот как говорится в евангелии возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злые это нравственный выбор человека так что христос был в аду от опустошен и там оставит может остаться только тот который возлюбил от при жизни и возрастила его в своей душе но для христиан действительно ада как бы не существует идем дальше воскресение христово конечно же это наш главный праздник если вот католическая церковь уже давно переставила акцент на рождество то в православии пасха христова остается первым главным праздником праздником праздников праздник и торжество из торжеств называем мы пасху если мы посмотрим на жизни свидетельства первых христиан мы тоже увидим что главный лейтмотив их проповеди и главное основание христианской жизни это пасха воскресение христова апостолы не проповедовали о том что мессия родился они проповедовали о том что он воскрес христос воскресе это главная керигма апостольской проповеди как пишет апостол павел если христос не воскрес то и проповедь наша тщетно тщетно и вера ваша для ранних христиан воскресение христова было непреложным Ну, во-первых, были люди, которые это видели. Хотя интересно, что сам факт воскресения никто не видел. Это некоторая тайна. Господь не дал видеть никому, как Христос воскрес. Но Христа воскресшего видели очень многие. И апостолы, и, как пишет апостол Павел, более чем 500 человек видели Его воскресшим. Поэтому в I веке были люди, которые видели Христа воскресшего лично. Но и те, которые жили после, они свидетельствовали о том, что видело их сердце. Как и мы сегодня поем «Воскресение Христово видевшее». Поклонимся Святому Господу Иисусу. Как мы видим воскресшего Христа? Очами веры, сердцем, блаженные, не видевшие и верующие. Говорил Христос именно о такой вере, которая не видела Христа визуально, но имеет сердечное убеждение в том, что Христос действительно воскрес. Вера в воскресение Христово по учению апостола Павла – это одно из главных условий спасения. Невозможно спастись и быть христианином даже, не веруя в воскресение Христово. Как пишет Павел, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. То есть оправдание, искупление, освящение происходят прежде всего от веры в то, что Христос воскрес. Важно отметить, что для нашей Церкви Пасха Христова имеет несомненные прообразы в Пасхе Ветхозаветной. Мы уже немного об этом говорили, скажем еще раз. В древности, кстати, интересно, что сама форма празднования Пасхи, как говорят нам историки, библейские археологи, была еще до исхода евреев из Египта. Это был праздник земледельцев и праздник пастухов. Пастухи давали Богу первенцев от нового приплода скота, а земледельцы приносили первые снопы ячменя и вкушали опресники. Потом эти формы вот этих празднеств, там, говорят, даже было помазывание косяков дверей кровью жертвенного агнца. Потом эту форму Господь наполняет новым содержанием, и мы читаем о Ветхозаветной Пасхе в книге «Исход». Как евреи исходят из Египта, Господь дает им некий ритуал и повелевает праздновать Пасху каждый год. Конечно же, здесь ряд таких аллегорий мы можем провести. Заклание пасхального агнца – это указание на будущую жертву Христа, переход евреев через Черное море, Красное море – это указание на крещение, будущее христианское крещение. Вкушение опресников – это очищение от закваски, это очищение от греха и чистая жизнь и так далее. Вся эта богатая типология была развита в наших богослужебных текстах и в произведениях великих отцов древности. Очень рекомендую почитать, кто не читал, о Пасхе Мелитона Сардийского, священномученика, а потом слово на Пасху святителя Григория Богослова и слово гласительное на Святую Пасху святителя Илана Златоуста. Вот там вся эта типология очень красиво обыгрывается. Скажем несколько слов еще о значении воскресения Христова в деле искупления. Телесное воскресение Господа Иисуса Христа явилось несомненным подтверждением действительности совершенного им искупления. Вот если бы Христа убили и Он просто умер, то, конечно, бы искупления не произошло. Но воскресение Христово показывает искупительное значение смерти Христа. То есть Он добровольно пострадал и потом воскрес. И Его страдания действительно были за других, а не за себя. Его страдания были искупительными, очистительными для человеческого рода. Еще одна мысль. В Ветхом Завете существовал обряд приношения начатков урожая Богу. Идея такая. Приносили от урожая нечто малое, и за счет этого малого Бог освящал все остальное. Так вот, Христос – это некоторый начаток будущего всеобщего воскресения из мертвых. Как Павел пишет, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он первый. За Ним должны пойти мы, верующие в Него. И от Него распространяется благословение Божие на всех тех, которые последуют за Ним в Его жизни. И даст Бог и воскресение. То есть воскресение Господа Иисуса Христа – это залог нашего с вами воскресения. Опять же, апостол Павел пишет, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы – в пришествии Его. Это вера Церкви. Опять же, видите, тут противопоставление Адам и Христос. Мы с вами говорили уже о такой богословской теории. Теория не очень хорошо звучит. Это действительно истины духовной жизни нашего спасения. Мы говорили о рекапитуляции, перевозглавлении. Богословская такая схема священномученика Иринея Леонского, который говорил о Ветхом Адаме, Первом Адаме, и о Втором Адаме – Христе. Образы взяты из послания апостола Павла, а развивает священномученик Ириней уже самостоятельно. И, согласно его богословию, Христос – это родоначальник искупленного и возрожденного человечества. То есть Христос, как глава Церкви, заново возглавил все человечество и всю тварную природу. Он – возглавитель всей твари, которая стенает в себе, ожидая нашего искупления, как пишет апостол Павел. И вот Христос пострадал за нас и воскрес ради нас, имеет прийти в славе Отца, чтобы нас воскресить. И не только нас, но и всякую плоть обновить, обожить весь мир, потому что весь мир будет обожжен. Еще раз скажу, от начатка, от Христа распространяется благословение обожжения на весь мир. Только это произойдет потом, после второго пришествия Христа, когда уже будет Бог все во всем. И будет новое небо и новая земля. Все творю, все новое, говорит Господь. Были ли случаи воскресения из мертвых в Ветхом и Новом Завете? Были, мы знаем с вами. Но есть огромное отличие этих воскрешений от воскресения Господа Иисуса Христа. Те воскресшие все равно умерли. То есть их тело не получило тех особенностей, которые получило тело Христа. Они не избавились от рабства дьяволу, смерти, от греха. Они не были абстрагированы от закона тления. Они тоже умерли впоследствии. А вот Господь после воскресения уже не умирает. Его тело имеет уникальные характеристики. Если почитать, в Евангелии Христос проходит через закрытые двери. Исчезает и появляется. Он может есть, но ему уже не нужно есть. Он может являться в ином образе. Хотя в то же время он дает потрогать себя. И ученики удостоверяются, что это человеческая природа. Но она уже имеет новые особые характеристики. Она бессмертна, она нетленна. Она отчасти уже духовна. Зачитаю вам про Таерея Олега Давыденкова. Очень важную мысль. Воскресение Христова – это не только освобождение человеческой природы от смерти и тления, но и возведение ее на уровень совершенства, превышающий ее изначальное достоинство. Поскольку для первозданного Адама, в отличие от Христа, смерть и тления все же существовали как возможность. Основанием этого совершенства является теснейшее единение человека с Богом и совершенное послушание божественной воли. Как раз то, о чем мы с вами говорили – исцеление произволения необходимо для нас. Так что, заканчивая излагать учение Церкви о воскресении Христовом, приведу еще маленькую цитату Владимира Николаевича Лосского. «Воскресением Христа вся полнота жизни прививается иссохшему древу человеческого рода, чтобы его оживить». Давайте подведем итоги. Воскресением своим Христос побеждает вечных врагов человеческого рода. Первое – это смерть. Да, мы видим, что кладбища из нашей жизни не ушли, но смерть для верующего человека – это всего лишь пересадка, это переход в иное состояние, это переход к жизни во Христе. Смерть уже не должна страшить христиан. Как апостол писал, для меня жизнь – Христос, а смерть – это приобретение. Или в другом месте. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Вот голос христианина по отношению к смерти. Смерть властна над телом, но она не властна над душой. «Умершие во Христе воскреснут с Ним». Душа бессмертна, и после смерти человека пребывает с Богом, а потом возвратится в новое обоженное тело. Но опять же, это мы говорим о христианах. Христос побеждает грех. Он в себе не имеет греха. Христос, тем, что он родился без мужского семени, как бы исключил себя из всеобщего повреждения человеческой природы греховной, которая была после Адама и передавалась наследственно. Вот Христос этой наследственности не имеет. Он не имеет в себе первородного греха. И личного греха не имеет. Поэтому в этом начатке, опять же, во Христе человеческая природа вновь обретает безгрешность. Мы с вами говорили также в другом месте наших лекций о том, что Христос, условно говоря, как бы вышел из системы. Помните, мы говорили, что человек, рождаясь в этот грешный мир, рождается в некоторую вселенную смерти и греха. Мы смертны, потому что имеем в себе грех, а грешим отчасти и прежде всего из-за страха смерти. Помните мысль Златоуста о том, что грех – это какое-то неправильное направление борьбы со смертью. В грехе мы пытаемся реализовать опыт без... Ну, реализовать, лучше по-другому скажем. В грехе мы стараемся найти бессмертие. И грех обманывает нас. Мы чувствуем какую-то мутную сладость греха в момент самого греха иногда. Но потом понимаем, что нас обманули, что мы в поисках жизни потеряли жизнь. Что грех – это не жизнь. Это иногда только какая-то имитация жизни с яркой оберткой. Но на самом деле там спрятана смерть. И вот мы все живем в некотором замкнутом круге. Мы грешим из-за того, что мы смертные, пытаясь убежать от смерти. И мы смертные, потому что грешим. И вот Христос, поскольку Он безгрешен, выходит из этого порочного круга, как бы разрывает его и нас ведет за собой. Мы тоже можем выйти из системы. Вот кто такие святые? Это те, кто вышли из системы. Они жили не по волчьим законам мира сего, не по закону вот этой смерти и греха, а по закону Божьему. И Христос вел их за собой. И Он нас туда же призывает. Далее Христос побеждает дьявола своим послушанием Богу, а не дьяволу. Своим сошествием в ад Христос освобождает человечество от извечной тирании, греха и дьявола. Вот как апостол Павел благодарит Бога, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Бог избавил нас от царства тьмы. Мы уже с вами говорили о том, что в крещении дьявол изгоняется из нас и может нам вредить только внешне, смущать, соблазнять, строить какие-то козни. Но он не имеет доступа к нашему сердцу, к нашей душе. Дьявол — это противник, которого нужно презирать, как говорит преподобный Паисий Святогорец. Таково христианское отношение к нему. Как пишет апостол Петр, «Противник ваш дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить, противостоите ему твердой верою». Это все, что нам нужно. Веру в Бога иметь. А Бог побеждает дьявола. Кстати, мы не сказали, мы об этом еще будем говорить, но вот здесь-то уместно сказать, что актуализируем мы подвиг Господа Иисуса Христа и Его искупительные плоды для себя в Таинстве Крещения прежде всего. Потому что мы там соумираем со Христом и совоскрешаемся вместе с Ним. Воды Крещения символизируют, а лучше сказать являют, потому что это онтологический жизненный процесс, то, что происходит в Таинстве Крещения. Воды Крещения — это гроб, это умирание для мира и греха. И когда мы выходим из Крещальной купели, мы воскрешаемся, воскресаем для жизни с Богом во Христе. И это умирание для мира и воскрешение для Бога стало возможным только после смерти и воскресения Христа. Потому что мы идем вслед за Его смертью, и мы идем вслед за Его воскресением. Вот именно в Крещении мы соединяемся со Христом в Его смерти и в Его воскресении и получаем от Него благодатную силу жить по-новому. Дальше Христос победил тление. Мы знаем, что тление — это и распадение тела на стихии, и способность страдать, это и болезни, это и неукоризненные страсти. Христос все это побеждает в себе и дарует эту победу нам. Христос побеждает проклятие. Проклятие — это термин Священного Писания, который понимается как отлученность от Бога, как невозможность для человека богообщения вследствие разрыва с Богом, из-за того, что человек Бога не послушался. Человек как бы нашел себе другого господина, дьявола, послушанием ему. Кто кем побежден, тот тому и раб. Кого человек слушается, тот ему и хозяин. Человек, послушавшись дьявола в грехопадении, избрал себе другого хозяина вместо хозяина жизни. И вот Христос, он разрушает это проклятие, эту разобщенность человека с Богом и возвращает нам возможность общения с небом, с духовным миром, с Богом. Примеряет человека с Богом. Вот как пишет обо всем этом священномученик Иларион Троицкий. Естество тленное получило прививку нетления. И начался процесс обновления тварей, процесс обожжения человека. Началось созидание Бога человечества. Жало смерти притуплено. Тление побеждено, ибо дано противоядие болезни тления. Вот, друзья, почему для нас так важна Пасха. Христос в Своем воскресении совоскрешает нас Собою. Вот как апостол Павел говорит, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Это все про нас. Это имеет связь с нами, потому что Христос был человеком и Богом одновременно. И исцеление человеческой природы в Нем имеет мистическую, непостижимую для нас связь с нашей природой, некоторую общность. Поэтому мы имеем шанс стать такими, как Христос, в следовании за Ним и вере в Него. Ну что ж, последнее, что скажу по этой теме. Есть ряд очень интересных библейских и святоотеческих образов, совершенного Христом в спасении. Тема воскресения Христа, креста и воскресения, относится ко всем этим образом. Я их вкратце перечислю. Образ юридический. Это толкование слова «искупление». Слово «искупление» есть в Писании, его не выбросишь оттуда, и оно действительно имеет юридический характер. Христос уплатил за нас выкуп своей кровью. Поэтому есть такой термин «искупление», как выкуп, спасение, как выкуп. Мы уже с вами говорили насчет того, кто кому принес жертву, обсуждали. Но отметим этот юридический термин. В Писании есть еще и другие образы. Жертва, оправдание, умилостивление. Это ведь все относится к юридической картине «искупление», которую, впрочем, нужно понимать правильно. А как правильно, мы говорили в прошлой лекции. Дальше пастырский образ. Христос – это добрый пастырь, который ищет заблудшую овечку, который сторожит стадо, бережет от опасности. И вот Христос спас свое стадо и нашел заблудшую овцу, падшее человечество. Образ воинский, крепкий муж, который побеждает разбойника или врага, отнимают у него добычу. Вспоминаем Давида. Вот этот образ воина или полководца, он тоже работает. То есть Христос разрушил вражескую крепость, вери адовы, пленил главного врага, дьявола, победил ад и дьявола, и победу эту дарует нам. Образ врача. Христос – это врач наших сердец. Он предстает, как врач в притче о милосердном самарянине, когда возливает еле и вино на раны пострадавшему человеку. Да, это врач, который исцеляет недугующее грехом человеческое естество. Христос спасает нас через образ, который протеерей Ливерий Воронов называют дипломатическим. Помните, Христос как божественный хитрец. Мы уже отчасти с вами говорили об этом. То есть он приносит жертву, как некий выкуп дьяволу за освобождение грешников. Но на самом деле этот выкуп становится ловушкой для дьявола. Человеческая природа была как бы приманкой на крючке его божества. Так пишет святитель Григорий Низкий. Дьявол бросается на эту жертву, но крючок его пронизывает. Вот это все. Все эти образы работают в теме искупления нашего, нашего спасения, в теме креста и воскресения Господа Иисуса Христа. Что ж, друзья, на этом мы завершаем свой разговор о Пасхе. и ее значении. И я с вами прощаюсь до следующей лекции. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok